здравствуйте дорогие друзья дорогие коллеги мы рады вас приветствовать в студии завода сиком сегодня у нас 13 декабря 2017 года вы видите у нас уже украшена немножко наша студия к новому году у нас абсолютно новогоднее настроение мы вас приветствуем с нашим технологом ларисой здравствуйте 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 самое главное наше объявление состоит в том что почему у нас такое хорошее приподнятое новогоднее настроение буквально через день 15 декабря по-моему в 13 30 да в 13 30 у нас пройдет замечательный новогодний самый светлый самый радостный и веселый детский праздник который мы решили устроить для детей работников сикома у нас будет демонстрация и работы оборудования и будет елка и будет дед мороз и будет много радости и веселья я думаю что любому приятно почувствовать себя ребенком в канун такого праздника мы вас приглашаем хоть виртуально к нам присоединиться писать нам задавать вопросы писать нам какие-то пожелания хорошие так далее мы будем очень рады чем больше соберется людей на наш праздник тем лучше что мы делаем сегодня давай немножко к нашей так сказать сегодняшней теме ближе подойдем сегодня у нас презентация аппарата prf 11 2 400 и демонстрировать мы сегодня будем изготовление мини пончиков смеси надо сказать что вот он этот аппарат prf 2 400 он все-таки немножко отличается от нашего классического prf 11 900 да давай напомним чем в отличие от аппарата 11 900 который мы презентовали прошлый раз здесь есть ряд конструктивных особенностей заключается не в том что здесь фритюр разделен также на два ручья но непосредственно в каждом в каждой из ручьев подается пончик при помощи специальной лопатки отправлять сто в один ручей то в второй далее в этом же ручьи перебрасывается на другую сторону и соответственно вот тут в конце выгружается что это дает в этом аппарате можно делать и мини пончики и стандартные пончики вот это абсолютно универсальная машина да которая может делать дрожжевые дрожжевые смесивые стандартные имени да то есть это абсолютно такая универсальная машина которая заточена требуется ряд дополнительных опций для изготовления мини пончиков но в этом аппарате это все осуществимо так мы показываем 2 400 как абсолютно вот реально универсальную машину производства сиком но нужно понимать что он мини донатцы это не стандартная комплектация 2 400 да давай мы немножко напомним и вот попросим перейти вот сюда покажи пожалуйста вот эту плунжерную пару который у нас идет да как здесь у нас представлен автомат prf 11 1200 который как раз предназначен в первую очередь для изготовления пончиков формате мини до оснащен он стандартной комплектации вот такой плунжерной пары вот шток дозатора он имеет два толкателя это вот самый низ бункера который как раз при работе дает нам двойной пончик два пончика ориентировочно 10-15 грамм каждый только здесь есть один нюанс вот эта машина prf 11 1200 периодически мы встречаемся с тем что клиенты очень хотят его купить когда начинаешь задавать вопрос все-таки почему связан да именно интерес этой машины оказывается в ответ элементарно просто она рассчитана на 220 она же одноручевая и поэтому да это очень удобно но нужно понимать что когда вы заказываете на заводе 11 1200 его стандартная комплектация эта комплектация плунжерной вот эти пары да под мини донатцы то есть стандартной комплектации вы получаете мини донатцы для того чтобы перейти на продукт более так сказать традиционного до размера нам нужна другая плунжерная пара и комплект сменных лопаток это просто опция нужно сразу заказать я хочу 1200 с опциями хорошо точно так же и возвращаемся обратно к нашему 2 400 точно так же 2 400 он в стандартной комплектации под стандартные польчики большие пончики и вот этот комплект мини можно заказать это опция ну что мы начинаем тогда работать до на этом аппарате давай еще пару слов знаешь о чем скажем все-таки с точки зрения экономики мини донатцы это конечно золотое дно да очень прибыльный бизнес тот же вес продукта уже будет иметь другой объем а другую стоимость понятно то есть в общем мы с тобой когда считали помощь мы говорили об этом что то же самое количество теста ты просто продаешь дороже да там просто воздух плюс к этому мини донатцы они всегда продаются какими-то порциями да конечно человек поштучно их не покупает да это уже какой-то пол дюжины дюжина и так далее удобен формат уже кинотеатра продажи в какой-то ведерко скажем так бумажное естся это все съедается при помощи шпажки это можно полить специальным или вообще руками и так далее и так же формат улицы здесь очень удобно у тебя вот здесь стоят да мы еще потом вернемся к этому это упаковка разработанная как непосредственно нами компания сиком она тоже достаточно интересна потому что можно какое-то определенное количество этих пончиков сразу же продажи вариант сервировки да когда уже пончики будут готовы мы пару коробочек мы сделаем покажем как это можно отдавать на что мы делаем сейчас у аппарата меня уже практически нагрет мы уйдем на небольшую технологическую паузу на рекламную на рекламную уйдем на небольшую рекламную паузу догреем аппарат заложим тесто и уже будем демонстрируем работа непосредственно да все уходим на рекламную паузу через пару секунд возвращайтесь к нам ну вот мы вернулись нашей небольшой рекламной паузы да на сегодняшний момент на что у нас сейчас происходит у нас разогрелся аппарат масло точнее в аппарате до 190 градусов нас включена крыльчатка в бункере у нас уже есть тесто замешанное ну по сути можем начать мы можем начинать и сейчас мы переключим нашу камеру чтобы вы видели как будет отсаживаться первые наши донатсы да как они будут выстраиваться в очередь переворачиваться и все работа аппарата будет для вас абсолютно очевидно так включаем лопатки привод дозатора сейчас начнется отсадка во фритюр первых кончиков производительность у нас тут стоит не очень большая примерно треть вот номинальный в ручье у нас стоит специальный накопитель который не дает подплывать кончиков к лопатке переворота сначала мы их прожарим с одной стороны до нужного нам колера затем уберем накопитель переставим перед лопатками выгрузки затем берем совсем то есть сейчас это в ручье сколько хочешь накопить пончиков по четыре штучки в каждом донатсов донатсов я все время забываю что если они мини то они донатсы по четыре штучки по четыре штуки замечательно то что вот они бывают не сразу выстраиваются это нормально ну конечно потом под действием крыльчатки у нас создается уже ручей которые они уже подходят непосредственно к лопаткам конечно нет и вот эта вот лопатка получается она синхронизирована с работой дозатора да которая направляет их то в один ручей то в другой сейчас у нас по шесть штук мы накопили 4 было маловато я посмотрела вот первая партия у нас уже перевернулась то есть пончики подходят к лопатке переворота в определенный момент перебрасывается на другую сторону сразу четыре штуки теперь мы их накапливаем во второй как бы до в этой части я думаю пора отпускать шесть штук мы накопили то есть по сути в 11 900 у нас эту функцию выполняли щипцы та же самая система что сначала мы накопим желаемое количество дав в своем так сказать ручья потом у нас уже идет автоматическая абсолютно работа переворачивание ну конечно оператор все таки должен каким-то образом следить да потому что машина это не поточная линия совсем от аппарата не отойдешь но параллельно можно заниматься чем-то еще замешиванием тесто просто поглядывать декорированием больших кончиков да и просто следить за работа за работой аппарата замечательно хотелось бы теперь уже показать целиком весь у нас видно как выгружаются пончики видно нам хотелось бы показать да целиком весь процесс потому что поговорим о смеси уже раз у нас уж да результат даже есть наблюдая за вот такой работой ритмичный нашего аппарата ты знаешь зрелище так завораживает что когда на это глядишь просто реально чувствуешь себя маленьким ребенком с открытым ртом что это происходит какое-то чудо у тебя на глазах да давай мы немножко поговорим о смеси потому что это очень важно сейчас ведь на рынке есть несколько производителей которые предлагают примерно аналогичный продукт но здесь без ложной скромности надо сказать буквально следующее что компания сиком была первым производителем который во первых произвел оборудование для производства мини донатсов для донатсов смесевых и так далее и компания которая вместе с нами адаптировала смесь она называется пуратас компания пуратас да наши партнеры это наши партнеры технологически адаптировали смесь которая называлась тиграл ринга она подходит для работы с нашей отсадочной системой наших пончиковых автоматов и самое главное что она просто идеально подходит для производства мини донатсов вы можете посмотреть насколько идеальные формы да получается изделия у него не зарастает дырка да изделия абсолютно ровные одинакового веса одинаковой формы очень аккуратные примерно 10-15 грамм каждое изделие и благодаря тому что смесь в отличие дрожжевого теста у нас имеет повышенную плотность жира впитывают они намного меньше 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 да конечно и вкус у них немножко другой да мы об этом уже с тобой говорили сути это кексик либо бисквит жареный во фритюре если уж совсем нормальный классический американский донатс проводить понятно было нашим покупателям ну на сегодня вот сейчас что мы с тобой видим у нас происходит такая уверенная работа аппарата и и для наших коллег для наших зрителей нужно сказать что вот тот кусочек работы аппарата который вы видели это абсолютно нормальное его функционирование да то есть если вдруг что-то не получается значит нужно просто сделать такую как бы юстировку настройку да аппарата еще без масла посмотрите как это будет происходить либо уже выключить и остудить и в холодном масле это все сделается вот такая уверенная работа аппарата она нормально как раз таки она должна быть везде и всегда для этого мы и производим наши оборудование аппарат работает четко по сути сам по себе надо периодически подходить подливать тесто хотя как раз при работе со смесевым тестом мы можем залить полный бункер потому что она у нас не перестаивает оно в отличие от дрожжевого не будет бродить над фритюром у нас здесь только работают специальные разрыхлители которые уже будут действовать при высокой температуре фритюра ну ни в коем случае не в бункере как дрожжевое тесто да 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 мы об этом с тобой говорили что не хорошо когда бункер с дрожжевым тестом да долго висит над горячим фритюром то есть это всказывается на качестве продукта в чем особенность вообще работы со смесью во первых смесевые пончики очень легко получить это очень быстро замес теста 3 минуты от лёжка 10 минут и в принципе тесто готово к работе аппарат греется дольше чем тесто готовится во вторых такие пончики хороши в теплом виде в горячем и в холодном по сути это кондитерское изделие здесь больше жира больше сладости в нем то есть при увеличенной да по сравнению с дрожжами да все таки давай говорить так сырьевая себестоимость смесевого теста она выше безусловно чем дрожжевого конечно но это кондитерское изделие уже но при всем при этом и наценка она другая конечно приличная в любом случае вот эта норма прибыли это вообще выгодно это вообще выгодно потому что вы очень много все таки продаете и воздуха такой мини формат нам дает процентов 30 воздуха в пакете понятно еще у меня есть себе очень важный вопрос недавно проглядываем некоторые сайты некоторых других производителей как бы оборудование пончикового я увидела вот там такое просто замес тесто вручную и смеси то есть там фигурировала смесь вода и венчик как бы ты могла это прокомментировать мне просто реально интересно твое мнение не знаю с какой смесью работал данный производитель оборудования нашим тогда конечно нарушена технология для грамотного замеса тесто все таки нужен миксер миксер с лопаткой обязательно для правильного формирования клейковины в процессе замеса именно правильный замес нам дает красивую форму и пониженную жирность на выходе если это замешать вручную я боюсь что силы человека просто не хватит правильно произвести этот процесс технологический поэтому конечно ты много общалась с производителем конкретно этой смеси да вы много искали каких-то других вариантов и так далее вы работали в паре много да ты как технолог от производителя оборудования они как технолог технолог смесевого до производства и все-таки помнишь ты мне говорила что есть очень много нюансов технологических которые должны быть соблюдены на какой скорости миксера мы за делаем первоначальный замес какую скорость мы делаем через какое-то время это все влияет на конечный продукт все влияет на итоговый продукт потому что все это участвует формирование той самой клейковины что такое клейковина это белок муки и он нам в тесте очень важен именно он обуславливает потом и форму и вкус и внешний вид и так далее поэтому обязательно замес при помощи миксера и определенной скорости но уже для производства для профессионального производства мини пончиков либо пончиков из дрожжевой из без дрожжевой смеси вам обязательно нужен миксер вручную ничего вы не заметите работе со смесью аппарат и миксер минимальный комплект оборудования если у нас дрожжевое тесто хотелось бы холодильник чтобы как-то хотя бы продлить срок годности теста до двух-трех часов хотя бы хотя бы до двух-трех часов слушай пока мы с тобой болтаем ты посмотри сколько мы не мини пончиков нам про и это мы еще работаем не на максимальной производительности ну да нам же нужно было показать процесс чтобы хоть как-то успеть поговорить при этом успевали поговорить у нас такой скорость будет просто высыпаться может быть уже покажем уже несколько порций да уже да а мы можем это все у нас тесто там заканчивается поэтому я думаю что мы сам аппарат можем уже отключить но отключаем мы только бункер дозирования лопатки у нас продолжают продолжают работать и доделывать тесто выбрасывать да есть у нас упаковка для подачи либо больших пончиков либо формата менее упаковка по сути себя представляет картонный лист который ну специально заламинированный который сворачивается определенным образом есть отверстие для установки стаканчика на под кофе чай и так далее то что этот формат все таки предполагает какой-то напиток и скорее всего горячий скорее всего горячий да это вообще классика жанра у тебя будет скажем дюжина мини пончиков и стаканчик чая или кофе сюда мы можем поместить некоторое количество пончиков в идеале чтобы они немножко остыли уже и отдали остатки своей жирности немножко ну к примеру так ну и мы можем еще плюс к этому украсить до добавить какой-то нотки вкуса традиционно мини пончики ведь очень популярны все-таки в западном мире да скажем так среди российского потребителя я бы сказала что еще это ниша абсолютно свободно есть несколько компаний которые занимаются производства мини донатсов но все-таки наш потребитель еще не избалован этим продуктом и вполне вполне возможно сейчас сделать очень интересный хороший бизнес на мини пончиков также мы с тобой еще забыли наверное нашим коллегам сказать вот о чем 15 декабря на нашем детском празднике то что мы уже проанонсировали да будет работать паровоз и пароход и здесь важно заметить вот что ну очень обидно что эта красота этот эксклюзив который делает только компания сиком и никто больше в этой стране но в основном пользуется очень большим спросом у наших западных партнеров либо это арабские эмираты да как восточные наши партнеры либо это западная европа не очень большая очень приятная бы даже сказал сейчас цена этих изделий они дают настолько большое впечатление производят на публику которая приходит потреблять эти продукты и ну и плюс просто в ощущение праздника красоты это что любой процесс технологический можно превратить наверное в какой-то шоу шоу до элемент шоу он является катализатором продаж на самом деле это да если у нас потребитель видит как производится продукт у него во первых есть гарантия свежести этого продукта потому что непосредственно его глазах на его глазах на второе конечно все эти ароматы они привык а это вообще это реклама это самая лучшая реклама когда ты идешь и чувствуешь что это какая-то же выпечка да или как например у нас курогриль да когда мы делаем испытание по курице гриль по-моему весь завод просто сходит с ума пончики закончили делать я отключила лопатки отключила сам аппарат стало намного тише да такой процесс у нас сегодня продемонстрирован полный цикл работы достаточно просто понятие и очень быстро скажем так при том что производительность у нас стояла где-то 3 производительность да то есть буквально за несколько минут мы с тобой сделали такое количество этих мини пончиков что это просто впечатляет впечатляет также обратите внимание абсолютно стандартный вот самое же важное да для фастфуда это стандартные качества продукты которые вы в конечном итоге предлагаете потребительство потребит форма они держат идеальную форму это форма колечек вкус будем надеяться что очень даже ничего но мы просто знаем что вкус от прадеса это хорошо да вот и собственно говоря смотрите они полежали они не теряют форму у них одинаковая степень прожарки это просто красиво здорово это очень хорошая идея для вашего бизнеса ну что мы сегодня будем прощаться со всеми да еще раз пригласим всех в пятницу на наш новый год посмотрите как может работать ваше детское кафе всего доброго до свидания